В эти минуты прямо за этой дверью решается судьба Владивостокского бутыщебёночного завода. И буквально через четверть часа станет ясно, останутся ли без работы 200 человек сотрудников и их семьи, или смогут спокойно продолжать свою работу. Судебное заседание по делу Владивостокского бутыщебёночного завода продолжалось несколько часов. За это время истец потребовал даже изменить состав судейской коллегии. Причина – предвзятая, по мнению представителей ВБЩЗ, отношение судей. Однако ходатайство отклонили, как и три других. Заместитель председателя пятого этажного операционного спорта ОПАКОВА определил, в итоге заявление акционерного общества Владивостокского бутыщебёночного завода об отводе судей Рубанова Бесчастный Сидорович по делу номер А51-2086-2016 отказан. Определение вступает в силу с момента вынесения обжалованного не подложить. Решение суда – приостановить заводу лицензию на проведение горных работ. Это означает, что завод лишается возможности вести свою непосредственную деятельность. Сегодня бутыщебёночники смогут заниматься только переработкой камня, который успели добыть, что называется, прозапас. Однако хватит этих запасов ненадолго, максимум на два месяца. Что будет, когда материалы закончатся на заводе? После сегодняшнего заседания суда стараются не думать. Сейчас я вот после сегодняшнего решения, после решения суда сегодняшнего, значит, приеду, я даже не знаю, что могу сказать. Что я должен. Но скажу им правду. То, что вот есть такая перспектива, такая возможность. Ну и действия наших работников, что они будут искать лучшую долю. Вряд ли, где-либо они её найдут в ближайшее время. Поэтому очень сложно сейчас. Я не знаю. Я сам в растерянности. Напомним, битву за свой завод бутощебёночники ведут вот уже два года. Развязали её не они. Приказ о приостановлении заводу лицензии издал Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края в 2015 году после внеочередной проверки. С тех пор на головы работников завода буквально посыпались различные предписания, выполняя требования по которым на ВБЩЗ получали новые и новые. Все за подписью одного человека. Главы Департамента природных ресурсов администрации Приморского края Александра Коршенко. Такое некое хождение по кругу. Департамент издаёт приказ о приостановке действия лицензии. И та же самая организация занимается согласованием проектной документации на основании которой и приостановка произведена. Поэтому сейчас мнение создаётся такое, что департамент является инструментом для уничтожения промышленности. Сегодняшний суд уже второй инстанции. Своё право на спокойную работу будто щебёночники уже пытались отстоять в этих кабинетах. Сегодня на стороне ВБЩЗ и представитель уполномоченного по правам предпринимателей. Приказ о приостановлении лицензии Александр Чех назвал чрезмерной мерой. Конечно, мы надеялись, что суд объективно рассмотрит наше дело. Мы, считаю, вполне обоснованно доказывали свою позицию по делу. И полагали, что всё-таки суд прислушается к нашим доводам. Нормативно мы обосновали в своих пояснениях, то есть озвучили в судебном заседании. То есть вы считаете, что суд просто объективен в своём решении? Нами было заявлено ходатайство об отводе состава суда. У нас есть такое мнение, что да, есть необъективное. И предвзятое отношение, то есть наши процессуальные права нарушены. Как и прежде, представители ответчика Департамента природных ресурсов администрации Приморского края и с работниками бутащебёночного завода и с представителями прессы общаться отказались. Ни раз и ни два на заседании прозвучало, что даже проектный институт Гипронеруд, который разрабатывает для завода техническую документацию почти полвека, считает требования департамента невыполнимыми. Однако решение суда сегодня не в пользу социально-ответственного предприятия. Поэтому бутащебёночники намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции, арбитражном суде Дальнего Востока. Сделать это они настроены в ближайшее время, которого у работников почти нет. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.